Ну, вообще-то он должен отдать, если бы он сказал, отдам, займи, нет, ну нет, с ним так нельзя, если он обещает и не делает, значит, с ним так нельзя. Не, ну Дима тоже жал, он же нас летом, я же, тоже он же отдал 30, привет, ну там еще была операция 25, поэтому. Ну ладно, господи, ладно, Вера, ничего страшного. Ну да, нет, ну ладно, поехали, ну ладно, ну не расстраивайся. Я тебя поняла. Главное, всех сбаламутил, приехал в один, это же какое-то странное. Ну ладно, зато Катя ей так там играла, ей так прям понравилось, мне кажется, что она сидела такая прям таялась, как он там играет. Ну, нет. Ну ладно, Верунчик, сейчас, в общем, к тебе придет Пелькифорово и будет тебе повеселей, надеюсь, после госпитализации ейной, хорошо? Хорошо? Все, вот после десятого, прямо, ну седьмой, восьмой праздники и ее, да, ноября. Так что ты уже там договаривайся, ты мне только свесни, я сразу ей позвоню и скажу, что все, вот такого числа выгоспитализируйся. Ты просто мне озвучь число, хорошо? Ну давай, целую тебя, давай, солнце мое, не расстраивайся, справимся, пока. Слышишь, мне Митя что-то предлагает. Ну, мама, Катя его подружка. Мама богатая. Да, что? А может, ты, говорит, за Катю с Верой заплачешь? Да, нормально. Я говорю, у тебя, может, ты? Ну, если бы у меня было, я бы заплатила. Я говорю, ну, так что иди в школу, дорогой, и учись, чтобы у тебя было. Вера сломалась, они собирались с нами поехать в санаторий, но Вера сломался холодильник, и ей пришлось покупать много. 50, ну, стопеек, 1 тысяч. Я говорю, Вера, ты где такой холодильник-то нашла? Ну, Липхер, да. Какой Липхер? Визит какой-то сраный. Она мне сказала, что Сименс 120 тысяч. Я говорю, Вера, ты где холодильник? Она где их ищет? Я не знаю, как ты мне сумму называл, бешеные. Какие-то космические. 25 тысяч нормальный, 30 стоит. То ли она сдвоенная, я не поняла. Да, двойные, конечно, стоят столько, но, соответственно, в два раза дороже. Да ну нафиг. Богатых свои причем. Нет, ну не богатые. Уже которые вода не звонят. Все, больше не могу. Устраивай меня, выгну, но я их забыла. Я, значит, начинаю там что-то спрашивать. Садова? Нет, на тропе. Вера, Вера. А, тропе теперь делала. А что я ей там? Я уже несколько раз договаривала. Потому что 3 капель. Знаешь, сколько зарплаты? А где там? 600. А, вообще-то больше. Ага. Кочек смеет. Сколько? 28 тысяч. У меня там прейзин сработает. У меня там прейзин сработает. Ну, как это же вытаскиваешь? Не знаю. Ну, тогда, конечно, для нее. 53 в день. Ну, холодильник за 50 она покупает. Ну, она машину купила, плачет. За 27 тысяч зарплаты ваша? Ну, я бы не. Не, ну, Костя дает, ну, Катю, 25 тысяч. Ну, я ей каких-то там подкидываю, тетя. Тетя, ну, она обследовала. Надеюсь. Ну, это бывает не часто. Не знаю, как она завезает. Я говорю, Вера, уже который год. Я ее уже сколько раз во всякие разные места знала. Не, ну, у меня там еще в школе, видишь, девочка на Кропоткинской. Ее там то отпускают, то еще. Но все равно. Там сидят, знаешь, и она приходит в 8. И уходит в 8. Я тебе говорю, в 12 часов, в 28 тысяч. Я говорю, Вера, ты не тормозная. Ну, может, не больные, там еще много. Да нет. Ну, и благодарны, но все равно это такие. Ну, и благодарны. Завтра не будет благодарны. Ну, у меня в четверке были. Знаешь, как я тебе могу сказать? Ну, максимум это 25% благодарности, а так в среднем 10% по стационару. Вот из тех, кто у меня лежит, это 10%. Вот если у меня лежит там 15 человек, то полтора человека в него дадут. Ну, значит, за 10 тысяч. Ну, полтора-два. Ну, что, ну, плюс еще там 10 тысяч. Все. Ну, что? Ну. Я что? Ну, я подарки не считаю за благодарность. Ну, это так куплено. Да, даже там какие-то дорогие, да, они валяются, а нафиг они не учат, там, с конфетами бесконечные. Ну, у меня там сейчас, где я работала, девчонка, она заведующаяся, да, давно работала. Четверки? Да. Ну, как-то так можно вернуться туда. Ну, вот. Да, и ты знаешь, мне работа такая очень нравилась. Да? Да. Интересно. Да. Мне эта работа прям по моему характеру. Мне прям, кажется, очень нравилась. Нет, я с тобой согласна. Ну, вот я поэтому, вот, когда я в таблетку хожу и колесю, там же приходят пациенты такие вот, особенно в таблетку, реально больные. Да? Да. Ну, что, в таблетку такие навороченные приходят. И вот мне вот прям таблетка, она мне прям на душу, у меня прям аж мозг скрипает, пока я там сижу целый день, и серьезно, и там к сложному пациенту приходит. А здесь, ну, здесь-то это вообще хрень собачий. Ну, бывает так, как-то случайно. А так вообще тупеешь вот на этой работе. Да, да. Нет, там хоть это гимнастика в таблетку, а в таблетку. Ну, мне же надо жизнь спасать. Ну, да. Так и чего? И сколько там доходов нет? Вот я тебе скажу, я недавно тут нашла свои квиночки старые. Ну, короче, они мне платили... Ну, это еще сколько лет назад? Сколько? Два с половиной. Ну, мне будет, ну, два с половиной. Да, тридцать. Наверное, тысяч тридцать две вот так вот на руки получала. Нормально еще десять. Да, ну и... Ну, короче, да. Теретье. Да, я же еще потом брала дежурство до этого, то есть у меня было, вроде, как побольше. Ну, вообще, когда я только пришла... Знаете, за пятьдесят тысяч ты была в ноль. Да, за шестьдесят тысяч я там просто вообще была другом. Очень просто. Уждаем. У меня там... Доход был невестный. Тут где-то все-таки тебе надо было с квартиры еще расплачивать. Да. Ну, а вариантов сколько нет? А сюда-то как портал? В квартире. Ну, я бы... Нет, я же... Я писала вообще в Сракино. И потом, что-то она, короче, у меня это... Главный врач, она меня вызвонила. Да, типа, на Алексеевку на два раза в неделю. Вторник, четверг. Ты прям вышла из персонала, прям до двух тысяч рублей. Да, я вообще уволилась же. В реабилитационный центр пошла. А оттуда меня же уволили. Ну, практически со скандала. Навария. Ну, вот. Меня уволили оттуда со скандалом. Почему? Ну, потому что там... В коллективе, да? Ну, типа, там знаешь, очень такие отношения в коллективе, короче... Наверное? Да. Вот там нужно скучать, короче. Ну, короче. Какие-то интриги какие-то, а потом там... Ну, там были, кстати, нормальные такие пациенты, какие-то интересные, Я им стала блокады делать, мне быстро сказали, что у нас блокады есть только главный врач, у нас тут самый умный невролог, типа это. Вот и я говорю вам, что мы неделю, блин, должны ждать, пока коваров там причешется и придет. А я что, не невролог? Я говорю, да, ну там были такие операции, причем операции, знаешь, со осложнениями, у них там нарушение мочеиспускания. Они остались после всяких там, вроде, на пояснице, да. Вот, понимаешь, там боли у кого-то были. А что, мало пациентов, всем хватит? Нет, это рейтинг его личный, понимаешь. А, я заведующей там поцапалась, пишу выписку, она, знаешь, начинает исправлять, причем она исправляет там, знаешь, даже не русский язык, а стиль написания. Вот это надо строить, где-то искать. Слышишь? А про чем тут это? Какая разница, вообще, это не имеет отношения, там где северологический статус? Мы, типа, приличное заведение, у нас должны будут выписки быть такие-такие, типа, на 7 листах. Я говорю, ты что, больная, что ли? Я говорю, мне это никому не нужно. У нас, типа, тут статус, я говорю, а, ну, понятно. Короче, я 3 месяца отработала, они платили, так у них фишка-то какая. Они мне платили по испытательному сроку, то есть меньше, чем. Ну, конечно, да? Ровно подошло 3 месяца, то есть они выждали, пока будет 3 месяца. Да, они мне попользовались. Я вела пациентов больше, чем положено. Они говорили, ну, вот мы вам скоро будем платить за это. Ну, там, вы еще были не платили. А я-то получала меньше, чем они, да? Вот. Ну, короче, да, они попользовались, типа, ну, и все, до свидания. Вы там не подходите. Это очень прикольно. Ой, у меня там, знаешь, какие были серьезные проблемы. Я не могла туда идти, у меня на стопе раны, у меня были мозоли. Я человек, типа, не лечила 3 месяца. У меня прям, знаешь, такая автоматика. Типа я ухудрилась и все прошло. У меня вообще, у меня хирурги, мне иссякали живым способом. Мне там, честно, как... Чеса прижигали, у меня были на стопе огромные мозоли. Я клеила пластырь. Короче, что я тут они делала? Лечила, парила, там, сама сидела, там, вырезала, выжигала. Вот, представляешь? Ноги их несли туда. Я вам рассказываю, мне никто не верит. Нет, нет, бывает. Прощай. Хотят до работы близко добираться, вот станция гражданская, там, прям, 4 минуты. Мне прям так бывает еще нигде не забрать. Ну, а что тебе только в среду и сам убрать? Да нет. Да нет. Да нет, ну ты ничего не уберешь. Тогда не будет... Смысла нет, да. Тебе нет смысла убирать. Да. Просто уж больно они нас прям используют. Противно. Ну, не знаю, как, не помню. Не, как ты гляжешь эту систему. Не раз все сидят и молчат. Туда пытаются революции. Чего-то. Бессовестные. Главное, мне нравится, когда они собираются в собрание, как Юля Викторовна начинает делать 33 замечания. Больше выписывайте этого, больше назначайте этого. Я говорю, Юля Викторовна, а приз? Я говорю, почему я должна это больше выписывать, больше назначать? А где моя матерация? Назначайте АИГ. Ну, мы же вам за назначение платим. Ну, вы что смеете? Вы с АИГ заходите в жопу вообще. Вот именно. Смешно, да? Я должна пациента убедить, рассказать, насколько ему это нужно, чтобы он заплатил 4 тысячи. Ага. А потом придет с этим заключением, я его слушаю. Тут. Нахер оно у меня нет. Да, херня. Чушь какая-то. Слушай, Ира, ты это, это болезненно, это что назначили? По-моему, это оно придет опять что-то. Тарнавское? Не-не-не. Вот это. Тарнавское, кстати, в вашей системе. Синестерки. Там он не назначил. Пачечки? Да. Ничего я не назначила. Я назначила массаж и лежать на коврике. Ничего я не назначила. Я сказала, иди. С беременностью разбирайся. Жука не пришла вообще. Что ей назначила? Я говорю, вот где эколог все назначила. Я говорю, это максимум. Больше я тебе никаких таблеток не назначу. Ну, она стояла. Я говорю, а ты почему дождалась, пока забеременеешь? Говорит, ты его лечись, не побыть. Дохраняйся, да? Ну, и да, беременний, рожай до бесконечности. Ну, у него там не такие кровотоки на шее смотреть не надо. Голова болит именно из-за шеи. Там даже икры напряжены на ногах. То есть до такой степени. Да, там весь позвоночник. Я ловит все ладает. Что они там делают? Мешки же переносят из картошки? Я не понимаю. Не знаю. Знаешь, они очень тревожные. Они очень сильно нервничают. Они же мужики-то все какие. Они же неблагополучные. Понимаешь? Они, конечно, нам об этом не рассказывают. На самом деле, мужики неблагополучные. Они все гуляют. А на кто там? Таджичка или там? Ну да. Таджичка. Половина у них сейчас с сирийским связаны. Ну, короче, они вот психосоматика. Да, психосоматика, да. Они все не... Вот у нас работала одна уборщица. Ну, она мне так иногда пишет. Нормальная трудодетка. Она вообще медсестра. Ну, тут она же, как ты понимаешь, не может работать медсестрой, да? Ребенок. У нее нет никаких документов. Ну, короче. Вот она рассказывает. Она вообще привезла ребенка, но она не справляется. Она говорит, я не могу. Он русского не знает. Она привезла сразу в первый класс. Он говорит, ребенка отдам. Я говорю, а что ты? Ну, пусть хоть он-то получит хоть какое-то образование. Хоть, я не знаю, наше ПТУ закончит. Я говорю, он говорит, ну, хоть как-то. Ты-то чего в домработнице работаешь? И вымирки-то полынула. Слава Богу, домработница пристроилась и ей-то разрешила хозяйка сына привезти. Она, видимо, там где-то отдельно живет. Она мне говорит, да я его, говорит, забрала-то, собственно говоря, не поэтому. Короче, этот придурок напил, уехал в Таджикистан. Он ее, главное, сюда вызвал. Угу. Уехал туда, в Таджикистан. Типа в отпуск. Напился, убил человека. 27 лет. Идиот, а мне уже пить нельзя. Чего он напил себе? Двое детей. Угу. Она говорит, я поэтому его забрала, потому что, она говорит, он маленький еще, он, потому что стал, ну, старший, говорит, он еще там 15 лет, он, ну, более-менее шарит, да. Она говорит, я же ему ничего не могу сказать. А маленького забрала, потому что, когда вот это было судебное заседательство, ну, заседание, там вся вот эта херня, короче. Ну, типа там ничего, просто какая-то пьяная драка, глупая. Машина, наверное, ехала. На Аспорт. Ну, там без вариантов было, да, то есть там полет, там далее вообще. Ну, понимаю. Вот они все такие. Другая у нас была уборщица. У нее он с этими, вот в Сирию, его это за...